Девушки отдыхают Девушки отдыхают По ходу фильма выясняется, что когда-то они сражались друг против друга в Воснии, и герой Траволты искал американца, чтобы отомстить ему. Съемки начнутся уже в январе. Изначально планировалось, что вместо Де Ниро в фильме сыграет Николас Кейш, однако он отказался от роли летом этого года. Мы уже рассказывали, что вскоре семейство кинотеатров «Гиганта» и «Голливуда» пополнится третьим кинотеатром в достаточно экзотическом формате автокинотеатра. Открытие состоится уже 10 ноября, и подробности мы решили узнать у директора компании «Далькино» Андрея Яковлева. Хабаровского зрителя, так же, как, наверное, уже любого другого более-менее столичного города, трудно удивить уже обычным кинотеатром. Это кресло, это экран большой, это 3D, это качество картинки. Мы пошли немножко, замахнулись немножко больше. Открыли в Хабаровске первый на Дальнем Востоке автокинотеатр, то есть с громаднейшим экраном, 10 на 20 метров, с большой парковкой. Это, наверное, можно назвать самым большим кинотеатром в городе Хабаровске. Кинотеатр оснащен цифровым проектором, одним из последних 6-киловаттным проектором «Кристи» американского производства. Система звука будет поступать сразу в машины, вы будете настраиваться на определенную частоту. Ну, к примеру, 88,3, и будете через колонки своего автомобиля слушать звук, который будет идти через специальные трансляторы. Сейчас мы уже готовы официально заявить, что кинотеатр откроется 10 ноября. Премьерой выбран фильм «Война богов. Бессмертные». Фильм будет на один день раньше мировой премьеры. Все зрители Хабаровска и также гости города смогут приехать в автомобильный кинотеатр и посмотреть этот замечательный фильм. Стоимость посещения автокинотеатра будет 400 рублей с автомобиля. Без разницы, сколько человек будет в этом автомобиле и без разницы, какой автомобиль. Весь репертуар кинотеатра можно будет узнавать по телефону 905050. Во время проката мультбастера «Кот в сапогах» кинотеатр «Дружба» нашел самых красивых и фотогеничных кошачьих. Совместно с одним из кинопорталов города они провели среди кинолюбителей фотоконкурс на самых-самых красивых и веселых кошачьих. Как в сапогах, так и без. Было прислано более 60 работ. Лучших из них можно посмотреть в кинотеатре «Дружба», где организована фотовыставка. Ну и с нашей программой кинотеатр любезно поделился фотографиями избранных. Слава 300 спартанцев и трое до сих пор никому не дает покоя в Голливуде. В этом году больше всего шансов достичь установленной ими планки у исторического эпика «Война богов. Бессмертные». Трейлер фильма действительно поражает уровнем эффектов и их количеством на единицу времени. Одержимый жаждой власти царь Гиперион в исполнении Микерурка хочет уничтожить род людской и низвергнуть богов. С помощью эпирского лука, сделанного руками бога войны Ариса, он освобождает титанов от тысячелетнего заточения в горах Тартара. Боги бессильны противостоять безумному царю. Единственная надежда на спасение – герой Тисей, который вступает в неравную войну с титанами. Боги Олимпа во главе с самим Зевсом, пророчица Федра и хитрый раб Ставрос помогают герою в смертельной битве с демонами. Тисей должен победить или боги Олимпа будут низвержены, а Эллада обречена на погибель. Защитим нашу честь! Сразимся за наше будущее! За наше бессмертие! Война богов бессмертная Неминуемо приближается мистическая дата 11 ноября 2011 года. В России, в том числе и в Хабаровске, в подобные дни почему-то предпочитают жениться. У Голливуда, иной взгляд, там в такие дни предпочитают кончать с человечеством. Именно по этому пути пошли создатели триллера, в названии которого всего 6 единиц. Более того, они и премьеру назначили на одноименную дату. Известный писатель потерял в аварии жену и ребенка, но сам чудом выжил. Словно его час еще не пробил. Вдобавок, вся его жизнь странным образом подчинена определенному набору цифр. Писатель приезжает в Испанию, где живет его брат и находящийся при смерти отец. Но и там его продолжают преследовать навязчивые идеи о встрече с нечто. Именно 11 числа, 11 месяца, 11 года. Когда в названии фигурируют одни цифры и ничего кроме цифр, это всегда безотказно и притягательно работает на зрителя. Вспомните 2012, 21 или даже 12 Никиты Михалкова. Поэтому, на мой взгляд, у триллера 6 единиц есть шансы на неплохую кассу, пусть даже через неделю стартуют бой с Тенью и Сумерки. Режиссером проекта выступил Даррен Линн Баусман, которому любители ужастиков должны быть благодарны за вторую, третью и четвертую части пилы. Нынешняя работа режиссера – это уже не натуралистичный кровавый хоррор, а атмосферный и пугающий триллер, который больше будет держать зрителя в напряжении и вселять в него ужас, чем шокировать кровавой мясорубкой. От режиссера пилы 2, пилы 3 и пилы 4. Джозеф, помоги! Сомать! Что это было? Они здесь. А-а-а! 11-11-11. Теперь всем точно. У тех, кто не знаком с восточной философией или с оригиналом культовой киноклассикой Сэмэ Пэкин по 1971 года, название «Соломенные псы» вызовет недоумение. На самом деле это цитата из Лао Цзи. Вселенная негуманна. Она превращает все живые существа в соломенных псов. Да, 40 лет назад в название лент не боялись вкладывать философские сентенции, а не маркетинговые стратегии. Стоит ли говорить о том, что спустя почти полвека такое название считается абсолютно нерабочим? Лао Цзи не является кумиром 99% активной аудитории кинотеатров современной молодежи. Даже на поклонников оригинала 1971 года Пэкинпа тут рассчитывать бесполезно. Они сразу встретили в штыки уже саму новость о том, что роль Дастина Хоффмана будет играть некий Джеймс Марсден. Тем не менее, соломенный псы кино однозначно заставляющее думать и оставляющее послевкусие для размышлений после его просмотра. Итак, в поисках творческого уединения сценарист из Лос-Анджелеса отправляется в городок, где выросла его жена. Но местные жители не настроены оставить в покое и тишине молодую пару, провоцируя конфликт, в котором герои постепенно теряют человеческий отдых. Ладно, уволю их завтра и все. А сколько нам заплатят? Не волнуйся, мы свое возьмем. В Библии Чарли правильно сказано, не возжелай жены ближнего. А что, если жена ближнего возжелает тебя? Если не выходят они, значит, войдем мы. В доме они нас убьют. Нет! А что-то от мужика в нем осталось. Тихо, тихо, тихо. Не бойся. Соломенные псы. Это мой дом. Насилие здесь запрещено. Нет! Не надо! На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok